Ну что ж, дорогие друзья, сейчас у нас начнется программа, которая, наверное, многих удивит, многих просто обескуражит, ну а неверующих фон, она разозлит только по одной причине, потому что, ну не может такого быть, казалось бы, но тем не менее оно есть. Итак, вы уже услышали голос нашей ведущей Нины, Нины Бастет, в программе неочевидная, но вероятная. Сейчас приготовьтесь быть удивлены, приготовьтесь быть ошарашены, потому что то, что вам сегодня расскажет Нина, это действительно вас обескуражит, но тем не менее, пожалуйста, запомните, всегда помните одно и то же, цель программы не для того, чтобы вас разозлить, а для того, чтобы, или заставить вас что-то верить, а просто для того, чтобы заставить вас немножко задуматься над тем, что происходит, когда, как и почему. А затем мы начинаем. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. И я очень надеюсь, что сегодняшняя тема все-таки вас и не разозлит, и даже не обескуражит, а наоборот поможет пойти и стать более здоровыми, более счастливыми. А тема такая, есть ли такая волшебная палочка или волшебная система, которая может помочь современному человеку излечиться от хронических заболеваний и вообще оставаться здоровым. Это, в принципе, продолжение нашей прошлой передачи, потому что мы много говорили, но до конкретных вещей не дошли. Сейчас дойдем. Сейчас дойдем. Но я хочу сначала сделать одно объявление, потому что 21 июня, это очень близко, уже очень скоро, это день летнего солнцестояния. Это один из самых сильных энергетических дней года. Испокон веков женщины, ведуньи, на чьей энергии держится счастье семьи, сила и успех ее мужчины и ее собственное здоровье и молодость проводили ритуалы для наполнения женской энергией. С 21 по 23 июня в Вискансине будет проходить женский магический ретрит для оздоровления и наполнения женской энергией. Этот ретрит поможет участницам укрепить себя, улучшить свои отношения в семье, привлечь к себе любовь и хорошо отдохнуть от своих каждодневных забот. За информацией звоните 224-688-0155. А для тех, кто зарегистрируется до вот этих выходных, до праздников, есть дополнительные скидки. Еще раз звоните 224-688-0155. Я очень надеюсь увидеть некоторых из вас на этом ретрите. Ну а я хочу напомнить номер телефона у нас в студии. Это 847-400-5200. И если у вас появятся либо вопросы к Нине, либо какие-то мысли по поводу темы нашей передачи, в смысле самой передачи, пожалуйста, звоните 847-400-5200. А на прошлой передаче хочу напомнить, мы говорили о том, сколько многого достигла наша современная медицина, современная наука. Я упомянула даже некоторых врачей, которых я знаю персонально и делают великолепную работу в том, чтобы не только использовать современную медицину, но также нетрадиционные методы. Но я, наверное, не упомянула многих-многих врачей, потому что я знаю, что все больше и больше современных врачей используют более натуральные методы. То есть они говорят людям принимать и витамины, и минералы. И, наверное, я была не права, что я не сказала об этом в прошлой передаче. То есть, да, у нас в комьюнити много очень людей, которые понимают, что это хорошо, может быть, не всегда могут сделать, потому что все-таки врачи, они ограничены своим лайсенсом. Поэтому нельзя ожидать от врачей лицензированных то, чего они не имеют права делать, просто не имеют права по законам. И мы говорили о том, что современная медицина может пришить, отрезать, добавить, поменять запчасть в нашем теле. Но, тем не менее, она точно не может вылечить, я бы, наверное, не ошибусь, если я скажу, никакие хронические болезни. Да, я не знаю, есть ли какие-то хронические болезни, которые может вылечить современная западная медицина. Если честно, на ум ничего не приходит. Ничего не приходит, чего даже просто элементарные... А они поэтому называются хронические. Хронические, да, и просто перевели в хронические. То есть, все болезни, связанные с иммунной системой, все психологические заболевания, да, элементарные, там, я не знаю, неврологические, рак, а очень часто даже не могут поставить диагноз, правильно? Конечно. Чтобы диагноз поставить, это тоже очень тяжело. Диагноз. Да, то есть, ну, сначала, а сколько я знаю, у меня был друг, есть друг, который пять лет взяла, чтобы узнать, там, какая у него проблема, чего только не проверяли. А было обычно, там, вот этот, как его вырезали, ему этот... Желчный пузырь. Желчный пузырь в конце. Но пять лет он чуть не умирал. То есть, пока дошли даже до этого. То есть, наша медицина, к сожалению, все боль, и наши медики все больше и больше их учат, так в школе, зависят от аппаратуры. И от той химии, которую им говорят прописывать. И все-таки, что же надо делать? Как же нам жить? Сегодня, на сегодняшний день, вот я сам этом убедился, есть такой странный веб-сайт, называется WebMD. С одной стороны, нужно вроде бы быть и медиком, я имею в виду врачом, а с другой стороны, вот просто выходишь на этот сайт, заводишь туда свои симптомы, да, и тебе прямо четко выписывают все возможные таблетки, лекарства и так далее, которые ты можешь принять в связи вот с этими твоими симптомами. То есть, даже мысли о том, что это можно как-то излечить нетрадиционным методом, даже не упоминается. И очень интересно, ты сам очень интересно сказал, что есть целый список лекарств. Ты вспомни, когда человеку выписывают лекарства от давления, то ему до того, как он вообще начнет работать, пять-шесть раз могут поменять. Конечно. То есть, наши врачи даже не знают, как правильно подобрать именно к этому специфическому человеку, ведь каждое тело, оно индивидуально, каждый человек индивидуален, но наши врачи не знают, как это сделать, абсолютно, просто не знают. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вас очень плохо слышно, как будто вы не в микрофон, но у меня тоже так кажется. Я не слышно. Мне тоже так кажется. Вы знаете, ну, я не знаю, почему, потому что у нас тут все выведено, спасибо. Нет, вроде должно быть слышно нормально, потому что все звуковые дорожки, все выведено как положено, так что не знаю. Мне тоже так кажется, что микрофон какой-то не так работает. Ну, будем надеяться, что мы... Я буду говорить поближе к микрофону. И так, все больше и больше людей, именно вот с этими проблемами нашей современной медицины, обращаются к нетрадиционным методам, да, там обращаются к целителям, да даже к гадалкам обращаются за тем, чтобы узнать, нужно ли нам идти к врачу, нужно ли делать операцию, или что делать, да, интересно как. То есть люди не верят, сами знают, но большинство людей не верят врачам. Конечно. Тем не менее, все равно идут и принимают таблетки, которые они приписывают, да, потому что... Потому что люди считают, что, вот, не потому что они от другого выхода, люди считают, что другого выхода нет. Да, да. То есть они не знают о том, к сожалению, что есть другой выход, потому что нашим людям сказали, что те целители, те бабки, это все уже устаревшее, это прошлый век, позапозапрошлый век, даже не прошлый. И все-таки существует колоссальное количество старинных систем, которые помогали людям всегда и помогают. И именно на основании натуральных трав, именно создаются химические препараты. Нужно об этом помнить. Я, кстати, в прошлом передаче говорила о том, что наша наука не может полностью, стопроцентно скопировать у природы то, что она сделала, что молекулы, которые создаются химическим путем, они плоские, а молекулы, созданные природой, они геометрически в пространстве расположены 3D. В трехмерном пространстве. В трехмерном пространстве, да. Ну, при этом я хочу просто лишний раз повторить одно. Но мы ни в коем случае этой программой не отговариваем людей ходить к врачам. Да, потому что не каждый может позволить себе пойти к натуральным, и не каждого нет времени. Ну, у каждого свои причины, почему ему нужно пользоваться таблетками, лекарствами, врачами, и дай бог всем здоровья. Можно так сказать. Каждый должен выбрать свой образ жизни. Потому что вот то, что я сейчас буду говорить о том, что почему все-таки, например, как я считаю, это лично мое мнение и мнение многих людей, которых я знаю, и многих людей в современном обществе тоже, что в древние методы могут помочь намного больше, особенно в хронических заболеваниях, чем медицина. Почему? Потому что все-таки наша современная медицина подходит к телу и подходит к человеку с научной, как мы говорим, точки зрения, то есть робот. То есть человек это робот. Вот если, потому что, смотрите, ведь у нас же даже специалисты классифицируются, да, то есть один занимается сердцем, другой почками, третий, я не знаю, ну каждый, да, каждый специалист занимается чем-то своим. Хотя наша система работает в целостности. И отрезав одно или поменяв одно, совершенно тянется за собой другое. А вот древние методы, народные методы целительства, они подходят к человеку совершенно с другой точки зрения. Я перечислю то, что именно их отличает, и это именно то, что делает эти методы рабочими, которые они могут помочь, и вместе с тем очень людям, современным людям, нашим западным людям я говорю, я все время говорю западным, потому что восточные люди и так это делают, они это знают. Они это знают. Они это знают. Они с этим родились, да, они с этим родились. У них культура никогда не была заменена тем, чем у нас заменили. А западному человеку очень тяжело смириться с тем, что я сейчас перечислю именно то, что использует нетрадиционная медицина, какие понятия. Эти понятия я говорю и повторяю из одной передачи в другую. Именно поэтому я бы очень хотелось, чтобы люди задумались, расширили свое сознание, потому что это ведет не просто для того, чтобы там, я не знаю, быть умнее, самое главное это быть счастливее. А быть счастливее это быть здоровее. Мы заканчиваемся создать трехмерный мир вместо плоского для людей. То есть есть еще что-то в этом мире, что мы не знаем, но это не значит, что его не существует или что оно не работает. Поэтому это просто еще один вариант получить знания. Вот и все. И вот целители, до того, как мы перейдем все-таки, какие конкретные методы, это уже будет, наверное, после перерыва, а вот до перерыва у меня как раз есть время рассказать, что очень важно понимать человеку, который обращается к целителю, чтобы понимать, чем он, чем целитель обладает тем, чем не обладает просто наука. Первое, что целители, все методы, и аюрведы, и шаманские методы, и просто наши русские травники, и китайская народная медицина, этими обладают именно этими знаниями. Первое – это то, что человек – это не тело. Человек – это больше духовная сущность, и просто обратиться как к телу – это неправильно. В принципе, болезнь возникает в начале в энергетической оболочке, в разных, у нас 7 тел, и даже больше. То есть именно в этих телах сначала возникает болезнь, и только потом она манифестируется в теле. То есть тело – это уже последняя стадия. То есть это уже последняя, это вам уже торкнули так, чтобы уже вот серьезно была, вы знаете, уже все, проблема. Эти люди, которые занимаются этими методами, знают, что такое энергия, что все, что нас окружает – это энергия, что наши мысли – это энергия, что наши эмоции – это энергия, что мы сами – это энергия, и что между нами и в нас нет пустого пространства. То есть это все заменивает энергия. То есть мысли передаются на расстоянии, наши чувства передаются на расстоянии. И так же, каким образом, я уже много раз об этом говорила, можно изглазить или благословить именно на расстоянии, передав свои мысли, эмоции, чувства. Эти люди, которые занимаются этим методом, целостным отношением к организму, они понимают и знают про идею реинкарнации, о том, что мы не живем один раз, о том, что жизнь не закончена после смерти, и что мы придем на эту жизнь, на эту большинство из нас придут на эту землю опять в другом теле. И то, что много чего мы приносим в эту жизнь из прошлых жизней. То есть болезни, которые приходят не всегда обусловлены только этой жизни. Они не всегда обусловлены только неправильным питанием, мыслями и чувствами. Они также могут быть обусловлены кармой. Вот мы вчера буквально на женском клубе рассказывали, говорили, девочки, женщины задавали вопрос о дети, которые приходят больными. С чем оно связано? Оно связано с тем, что это и карма рода, и карма семьи, и карма этого ребенка в душах захотел, должна приобрести именно этот опыт. И, кстати, эти болезни не всегда возникают моментально. У человека именно та болезнь, которая запрограммирована, возникнет при определенном триггере. То есть что-то ее заведет и вступит в это. Очень важное знание, которым обладают люди, занимающимся целительством на энергетическом уровне и всех вот этих старинных методов, это знание о том, что наше тело может самовосстанавливаться. У нас каждая клетка нашего организма имеет информацию обо всем организме. Так же самое, как мы, это частица всего мира, всего созидания, всей Вселенной, тоже имеем информацию обо всей Вселенной. Именно поэтому наше тело может восстанавливаться, и это не пустые слова, это, об этом есть много описанных случаев, людей, которые пришли, вот имели, мы об этом тоже много говорили, имели вот эти, опыт смерти и вернулись, да? Свет в конце туннеля. Да, свет в конце туннеля, они выходят, очень многие из них совершенно здоровыми возвращаются в эту жизнь, поэтому именно это понимание, что тело может самовосстанавливаться. Но для того, чтобы тело самовосстановилось, что-то должно произойти, и оно должно очиститься. То есть это просто так не произойдет. Оно очищается вот именно вот этими методами народной медицины, методами нетрадиционной медицины, очищается от блоков, от инородной энергии, от инородной информации, от тех блоков, которые мы в себе впустили, разрешили, или сами, или нам их навязали. И следующее, а что понимают эти люди? Это то, что каждая вещь, ну, я не говорю про пластик, пластический, там, микрофон или из пластика сделанный, я говорю про растения, цветы, животные обладают душой. Не только мы люди. Да, эта душа может быть не такая же, как у нас. Вернее, она, скорее всего, не такая же, как у нас. Но даже камни обладают душой. И эти целители понимают, что вокруг нас, параллельно с нами, живет колоссальное количество сущностей, которые не имеют физического тела. То, о чем мы говорили все время, у нас были передачи про духов, про все остальное, то есть это реально существует. То есть этим людям не нужно доказывать, что это существует. То есть, потому что все, что создал Бог, ну, энергия Бога, божественная энергия, да, то есть это и минералы, и камни, и кристаллы, сама земля, мать-земля, и вода, все-все было создано, имеет божественную энергию. И эту энергию мы называем дух, ангел, сущность, очень разные слова. Следующее, что понимается, когда мы говорим про целостное отношение к нашему телу, к нашей жизни, к нам, это взаимосвязь всех и вся. То есть, я уже об этом упомянула, мысли передаются на расстоянии, человек обладает энергией, каждый из нас, мысли, эмоции передаются на расстоянии. И самый-самый важный шаг, который должны понимать каждый человек, который хочет быть здоров, это каждый человек сам на себя должен взять ответственность за свое здоровье, за свои мысли, за свои эмоции. Мы не можем объявить и сказать там, типа, вот я всегда говорю, Вейн Дайер был такой, уже ушел из этой жизни, он говорил, мы всегда можем кого-то обвинить. Я вот, говорит, младший сын в семье, поэтому у меня так и так-то сложилось. А другой говорит, я средний сын в семье, поэтому у меня так и так. А другой говорит, я старший сын, поэтому так и так. То есть у нас люди всегда находят отмазку и пытаются найти, кто же виноват в моих проблемах. И только тогда, когда вы, там, жена плохая, муж гуляет, мама строгая или мама, наоборот, не строгая, всегда есть. То есть, типа, всегда есть тот, на кого можно скинуть свою ответственность. Козел отпущения. Козел отпущения, да. И вот поэтому, взяв на себя ответственность за свое здоровье, только тогда мы сможем полностью излечиться. Потому что, если вот вы вот этого всего не принимаете, вот того, о чем я только что рассказала, то тогда принимайте таблетки. И ходите к врачу. Скажи, у меня есть вопрос тогда. Раз такое дело, как это сейчас, быстренько его сварганю. Смотри, мы говорим, что вот человек приходит на эту землю, да, если ребенок, допустим, или там какой-то человек больной, с каким-то хроническим диагнозом, он отрабатывает какую-то карму. Тогда вопрос, а как же, если уже карма существует, как же сделать так, чтобы, как ты говоришь, себя очистить и изменить вот это физическое состояние? Мы не можем, конечно, если человек пришел в эту жизнь и родился, например, ну, с каким-то очень сильным дефектом здоровья, то, скорее всего, это избавить, исправить нельзя. То есть, ему придется отработать эту карму, потому что эта душа выбрала это, и мы даже не имеем права, то есть, вот есть целители, которые даже, то есть, вы можете приехать к целителю, и у вас может быть, действительно, вот как к Джанавгад, приезжали люди, и он не всех брал лечить, он кому-то говорил просто молиться идти. Потому почему? Потому что есть такие болезни, которые целители не имеют права вмешиваться, потому что это кармическая задача. То есть, это душа этого человека выбрала именно этот опыт, и вмешавшись, мы нарушаем от того, что человек этого не помнит, это именно и есть, это и есть задача кармы, как бы, отработать именно в том состоянии, когда ты не помнишь, а людей вокруг него принять и правильно заботиться об этом, правильно относиться к этому человеку. То есть, да, нет, конечно же, такие вещи невозможно вырежать. Я говорю про человека, который здоров и хочет оставаться здоровым до старости и не быть обузой для своих детей, а наоборот прожить жизнь в полном уме, в полном здравии и без алзаймера. Да. Потому что мы знаем, да, алзаймером заболевают именно умные люди в конце своей жизни. То есть, вот именно прожить свою жизнь здоровым, свободным от всех болезней, не напрягать своих родственников. И даже если есть какие-то кармические болезни, заложенные заранее, но еще не проявленные, от них можно, поменяв образ жизни, можно их предотвратить. Но если она уже возникла, и она особенно в каких-то определенных уже таких стадиях, которые, ну, называются неизлечимыми, то она уже, скорее всего, хотя вот я вот рассказывала про книгу, которая называется Dying to be me, да, то есть, что женщина умерла и вернулась полностью здоровая от рака, и врач, который сказал, я не знаю, что ты здесь делал, но ты должна быть мертвой. Ты должна была, ты не должна была вернуться. Но это очень-очень-очень редкие случаи, понимаете? То есть, у этой женщины есть какая-то миссия рассказать об этом. Это редкие случаи. То есть, если уже идет на такой стадии, значит, правильно принять то, что этот урок, через который человек проходит, рядом с людьми, людям правильно это принять. Ну, что же, мы не можем, конечно же, есть для чего-то эти уроки болезни. И вот есть такой, кстати, Синельников, который говорит, возлюби болезнь свою. У него есть такая целая книжка. Это тоже, то есть, к болезни нужно относиться как к уроку, сказать, окей, что ты, что я должен понять, имея эту болезнь. То есть, для чего она ко мне пришла, почему мне болит это, почему мне болит то, что я должен исправить в себе, помочь своему роду и так далее. То есть, если человек не принимает вот то, о чем я все время сказала, рассказала, то да, может быть, можно пойти и сделать какую-то процедуру, но полностью помочь она не сможет. потому что для того, чтобы лечиться и, ну, излечиваться или предотвращать болезни у целителей, это нужно поменять образ жизни. То есть, это... Ну, по крайней мере, нужно следовать тем директивам, которые тебе дал целитель. Нет, не только следовать. То есть, ты не можешь сегодня следовать, а завтра не следовать. Ну, мы должны... Мы должны прерваться и вернемся после перерыва. Очень интересная тема, поэтому обязательно оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Мы возвращаемся в программу неочевидное, но вероятное. С нами Нина Бастет и номер телефона в студии 847-400-5200. А сейчас Нина сделает короткое сообщение, после чего мы вернемся в нашу программу. Прошу. Еще раз хочу объявить о ретрите, который происходит с 21 по 23 июня в Вискансине. А 21 июня, уже, кстати, очень скоро, это день летнего солнцестояния, один из самых сильных энергетических дней года. Испокон веков женщины и ведуньи, на чьей энергии держатся счастье семьи, сила и успех ее мужчины и ее здоровье и молодость, проводили ритуалы для наполнения женской энергией. Этот ретрит будет проходить в Вискансине с 21 по 23 июня для оздоровления и наполнения женской энергией. Ретрит поможет участницам укрепить себя, улучшить свои отношения в семье, привлечь к себе любовь и хорошо отдохнуть от своих каждодневных забот. Звоните за информацией 224-688-0155, а для тех, кто зарегистрируется до вот этих выходных, есть дополнительные скидки. Еще раз звоните 224-688-0155 для регистрации. Я надеюсь вас там увидеть. А мы продолжаем передачу о том, как же все-таки быть здоровым или излечиться от каких-то болезней, от которых еще можно излечиться, хронических. Еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Я еще раз хочу сказать, что то, о чем я только что рассказывала, это не придумано людьми, это законы вселенной. То есть это те законы, которые, к сожалению, нас никогда не учили, потому что мы учили законы физики, химии, математики, а не законы вселенной. Поэтому, приняв эти законы и поняв, что да, наверное, это так существует, наверное, это не очевидно, но вероятно, мы сможем жить по другим правилам, по другим правилам и сможем быть здоровыми. Просто нужно понять, что есть люди, которые не хотят выздороветь. То есть, и очень, знаешь, чтобы на этих людей, другие люди, смотря на этих людей, которые говорят, да, нет, это невозможно, и вообще все эти, все колдуны, все шаманы, это все обманщики, есть люди, которым просто выгодно психологически, выгодно быть больными, а они никогда в этом не признаются. Но нужно просто понимать, что такие ситуации существуют, и не нужно ориентироваться, глядя на таких людей. Кстати, когда-то очень правильно сказала одна из наших врачей, что человек, который действительно, вот есть такие психологические моменты, где, например, вот человеку не хватает внимания своих детей, да, и она, и мать согласна чем-то болеть, только для того, чтобы ее дети ей больше уделяли внимание. Абсолютно, это встречается очень часто, очень часто, к сожалению. Просто эта мать, поняв свою, она должна сама понять свою проблему, и захотеть, зачем ей нужна любовь, ну, как бы, любовь детей нужна нам всем, но мы должны жить и любить себя сами, и тогда дети, и все остальные нас полюбят. А она проявляет нелюбовь к себе, или человек, которому выгодно болеть, проявляет нелюбовь к себе, то есть это называется ниди, да, как по-английски, то есть в нужде, да, то есть он живет в нужде другой, другого человека любви и энергии, не любя сам себя. Ну, это тоже кармические проблемы, психологические проблемы, это очень много можно о чем говорить, но вернемся к тому, к тому у нас как раз мало времени, что же все-таки может помочь. Я расскажу сегодня о шаманах и шаманских практиках, о том, какие лично я знаю вот вещи, которые действительно могут помочь. Шаманские шаманы, мы знаем о том, что шаманы были испокон веков, это люди, которые были врачами, они знали каждый кусочек земли, каждую травочку, каждое растение, они знали, как вести себя в транс, для того, чтобы увидеть прошлое и будущее и другие миры. И для них не существует и не существовало разделения между того, что мы реальностью и нереальностью, потому что все, они понимали, что реально все. Все, что человек придумал в фантастике, это все реально. Все, что мы придумали в кино, мультфильмах, это все реально. Просто мы этого не видим, оно существует параллельно нам, невидимых мирах и так далее. Просто есть разные миры и разные вещи. А вот для шаманов Это и видимые, и невидимые миры, они настолько переплетены друг с другом, что шаманы могут переходить из одного мира в другой и влиять этим на людей, помогать им быть здоровыми. При этом они используют очень сильно силы природы, то есть это те силы природы, которые даны нам Богом. Это силы стихии, это земля, вода, воздух, огня. Они используют духи растений, то есть они точно знают, что в каждом растении есть дух, и очень с этим аккуратны. Они их просят о помощи, и эти духи им помогают. И животных, у каждого шамана есть своё, называется, животные силы. У каждого человека есть свои животные силы, просто мы к этому не прислушиваемся. Но зато мы можем сказать, этот человек ведёт себя как баран, а может баран его животные силы? То есть нужно просто смотреть и понимать, что это есть, потому что животные силы могут в тяжёлых ситуациях помочь. То есть во всех странах Амазонии, это в Перу, Бразилии, Эквадоре, очень много шаманов. И сегодня это стало очень популярным, ездить туда. Но многие люди ездят туда за какими-то определёнными шаманскими практиками, иногда просто чтобы, не совсем понимая, но очень многие ездят туда и лечиться. Лечиться в смысле излечиваться. Какие же практики есть у шаманов, которые, ну вот есть лёгкие практики. Например, у них есть такая практика, очень интересная, называется восстановление целостности души. Ну это я перевела по-русски. То есть у них есть такое понимание, что душа иногда может кусочки отщепляться. При этом, ну это при каждом стрессе очень-очень сильном, эта душа может остаться в том месте. То есть если, например, мужчина бросил женщину, и она очень-очень сильно пережила это, то кусочек её души вот останется там. И для того, чтобы душа стала целостной, есть шаманские определённые практики, которые возвращают эту душу вместе и соединяют её. Ну то есть это, мы не говорим про саму душу, потому что душа есть, которая у нас здесь, а есть ещё там наверху. Те, которые остаются, часть души очень. Ну есть же такая пословица, если у человека, кто-то, человеку разбил сердце, как-то собрать эти осколки и восстановить прежний вид. Абсолютно, это оно и есть. То есть как бы этим занимаются шаманские практики, потому что они чётко знают, что это есть. Очень интересная есть шаманская практика, называется, по-наш по-русски перевести будет в парная. Но это не такая парная. То есть она называется sweat lunch, то есть ты сидишь и потеешь, но потеешь ты три часа. И там идёт очень сильная церемония обращения, опять же, к стихиям воды, огня, воздуха, прародители, прабабушкам и прадедушкам. И вместе вот с этим потом, когда ты потеешь, то выходят очень сильные родовые программы, может быть и проработка, может выйти негативные энергии. То есть это очень сильная практика. Кстати, её есть несколько мест вокруг ЧК, где производят. То есть вы приезжаете туда, прекрасное, то есть оно такое переносное, такая вот как юрта, да, типа сказать. Только такая более, она не как пирамида, а более такая... Как палатка. Палатка, да. Только более такая, как земля, потому что она по традиции, это как ты находишься внутри матери-земли. То есть в, ну сказать это как бы в матке матери-земли. То есть ты рождаешься ещё раз. Это такая, такая типа, такое типа традиционное перерождение. Очень сильная церемония, очень сильная. Действительно может помочь в очень определённых проблемах психологических, особенно вот с родом, потому что там очень сильно идут обращения к прабабушкам, дедушкам, бабушкам, дедушкам. То есть там песни поются. Очень, очень интересно. Даже люди, которые с больным не очень здоровы, могут выдержать это, потому что, ну там в крайнем случае можно выйти. Следующая церемония, про которую я расскажу, сама её недавно имела, называется камба-церемония. Камба – это использование яда лягушки. То есть лягушка называется камба. Именно её ловят в Амазонке. С лягушкой ничего не происходит. У неё просто вот как у змеи, да, выдавливают яд. То же самое, наверное, как-то беру, собирают этот яд. И на теле прижигаются несколько точек, то есть как бы для того, чтобы снять верхний слой. И потом оплаивают этот яд. 40 минут церемоний, происходит абсолютная чистка организма. То есть полный, вот как на компьютере у нас есть такая reset button. Вот то же самое происходит. Эти церемонии могут излечить, слушайте внимательно, от депрессии, от мигрении, от алцаймера и паркинсона, от рака, от хронических болей, инфекций, от зависимости от наркотиков и алкоголя. Помогает сойти с таблеток от боли. Ну, именно тем, что оно выводит токсины и энергии чужеродные из организма. Бо чужеродными энергиями я имею в виду, что у нас в теле живут, по-настоящему живут сущности, которые питаются низкими энергиями, низкими вибрациями. То есть у каждого алкоголика живут такие сущности, я уже об этом много раз говорила, называются лярвы, то есть и наркомана то же самое. Есть, конечно, какие-то противопоказания, потому что что происходит? Очень сильное сердцебиение. Всего процедура вообще 40 минут. Вообще ничего сложного нету, ты просто очень сильная рвота, иногда слабит человека, а может вообще ничего не проходить, только энергетическая очистка. То есть у каждого свое, то есть это очень сильный трансформационный инструмент. Чистка сильнейшая, то есть те люди, которые я знаю точно, есть люди, которых здесь, ну, были люди, дети наркоманами, то есть и это не один человек, которого я знаю, я знаю многих, у которых дети сидят на метадоне. Есть возможность снять их с этих таблеток, потому что, ну, какая разница поменять одни таблетки на другие. То есть нужно просто искать, что можно сделать, что может помочь. И вот камба-церемония может помочь. То есть это древний-древний метод, это не метод, придуманный 150 лет наукой, это метод древний. Кстати, о том, что грибы, например, да, мы же знаем, что яды используются в медицине, правильно? То есть яд может быть ядом, а может быть лекарством. И именно яды используются в белодонно, мухоморы, да, очень сильно в медицине используются. Ну, мы также знаем, что используются пиявки. Пиявки тоже очищают кровь. Просто это более, это намного слабее просто. Понимаешь, то есть пиявки, да, это шикарный метод. Шикарный метод там при каких-то определенных вещах. Еще один очень интересный метод я еще не испытала, боялась, называется. Называется сананга. Это капли в глаза. Притом это капли ты можешь сам капать. Это есть растение, я не смогла пить. Очень сложное название этого растения. Из него делаются капли, которые выводят токсины из организма, снижают внутренний гнев, а также помогают вылечить и предохраняют от глаукомы, катаракты, близорукости, дальнозоргности, астигматизма. Представляешь? То есть просто почему я побоялась, потому что ну и так уже очень много чего происходит, чего я делаю, и это было больно, это печет. То есть как бы, но я знаю людей, которые ты тоже знаешь, которые уже поимели эту процедуру, ничего, выжили, нормально. Ну да, выжили. Как я сказала раньше, нельзя делать ничего, нельзя думать, все, я сделаю одну камба или одну санангу, и я буду здоров, счастлив всю свою жизнь. Нет. Это не магическая таблетка от головной боли, что головная боль прошла через 20 минут. Нет. Это не риетина, которая избавляется от головы сразу. Да, да, то есть это что-то, что нужно делать. То есть я лично говорила с людьми, которые, женщина, которая была 10 лет на антидепрессантов, после 4 процедур, уже 4 месяца без антидепрессантов, она сейчас сказала, я сейчас пойду еще раз делаю камба, потому что я чувствую, что уже как-то вот нужно. Она сделала по-моему 3 или 4 процедуры, то есть как бы нужно постоянно следить за своим здоровьем, нужно постоянно, это образ жизни, образ мышления и все остальное. Еще о чем я хотела рассказать, это такая процедура, такая церемония, которая называется церемония Айаваски. Я об этом тоже, у нас была отдельная передача о психоделиках. Психоделики это очень интересные растения, которые изменяют состояние нашего сознания, но это не единственное, что они делают. Ну это грибы своего рода. Да, грибы тоже, да, грибы есть, грибы изменяют состояние сознания, кактусы есть в периоде, да, по-моему, кактус называется. То есть вот Дон Хуан у Кастанеды, это он, одно из этих психоделиков. Психоделики одно время были запрещены здесь, почему? Потому что, я уже об этом говорила, психоделики помогают людям понять, что мы не единственные в мире, помогают объединиться, то есть такими людьми, которые это понимают, очень тяжело управлять. И государство запретило не просто использование психоделиков, но и внесло их в область наркотиков, и даже исследование запретило, то есть просто исследование запретили на эту тему. Но тем не менее Айуаска, церемония, была привезена в Америку и является такой как бы полулегальной. Почему? Потому что в Бразилии есть церковь, которая использует это в своих ритуалах, и когда им запретили один раз привезти Айуаску, был очень длительный процесс судебный, и церковь выиграла. То есть выиграла, потому что это религиозные, это субстанция религиозная, в принципе, это растение, там нет ни одного химического элемента, кроме натуральной химии растений. То есть производится церемония целую ночь, очень тяжелая, то есть это не наркотик, которым используется в recreational drug. То есть вы не можете использовать его просто для того, чтобы получить удовольствие, потому что удовольствия мало. То есть эта церемония, мать Айуаска ее называют, еще кто-то называется лапурга, то есть approach, это по-английски, да, то есть чистка, то есть абсолютная чистка, то есть происходит абсолютная чистка организма, и на физическом уровне, на эмоциональном, то есть она работает с вами там, где нужно. Некоторые делают выход из тела, там кто-то летает, к звездам смотреть, но это не для этого. Кстати, есть музыка, стиль музыки, который называется psychedelic rock. Да. То есть это действительно музыка, которая тебя вводит в определенное состояние, где ты полностью переходишь в другое измерение. Хочет ли этого или нет? Поэтому да. Да, это действительно так, но здесь что происходит, из-за того, что она тоже лечит, то есть и она, Айуаска, то есть мы говорим про нее как про живую, потому что Айуаска это сущность, это тоже душа, которая, это одна из богинь, которые, ну как бы мы говорим, что проявление Бога через нее, да, то есть Айуаска, это Айуаска церемония, там то, что мы пьем, это смесь растений, но Айуаска это Алиана определенная, то есть там обязательно два растения, а все остальное добавляется в зависимости от того, какая из tribes, какая из племени, какие племена готовят это питье. Очень неприятное, она не зря называется лапорга, потому что сразу хочется вырвать. То есть очень неприятное, но состояние, которое ты имеешь после этого, и тот результат, который она тебе потом дает, просто уникален. То есть хотя сама ночь очень тяжелая. Интересно. То есть это, ну это тоже, опять же, это процесс, потому что на самом деле она начинает с тобой работать на определенную какую-то тему, и эта тема продолжается, продолжается, и как бы до полной чистки именно такого. Очистка может произойти в ситуации 20-летней давности, ну вот как у меня, например, недавно закончилось. То есть я работала над чем-то два с половиной года, и оказалось в конце только я узнала, что это было в последнее, чего прочистилась ситуация 20-летней давности. То есть ну до этого мы чистили вообще прошлые жизни, я вообще молчу. То есть как бы работа постоянная. То есть ну для этого человек должен постоянно быть в состоянии понимания, что с ним происходит, что с ним происходит. Это очень важно, потому что для того, чтобы быть здоровым, нужно, как я сказала, взять ответственность за свои мысли, за свои эмоции, за свои чувства и за себя. На себя. То есть это я, кто буду заботиться о своем, о себе. И понять, что очень многие вокруг вас будут не понимать. То есть зачем тебе это надо, прими таблетку. А нужно ли кого-то еще в это посвящать, для того, чтобы потом объясняться, что за чем? Наверное, не всегда нужно, но ты же понимаешь, каждый человек, который это прошел, хочет поделиться. Ты понимаешь, то есть люди, такие люди, которые хотят поделиться, слушай, со мной такое произошло, и начинают рассказывать. И это, когда ты делаешь один раз, тебе думают, ну ладно, больной на голову там типа. А когда ты начинаешь это делать, понимаешь, это процесс, и люди тебя не понимают, поэтому к этому нужно быть готовым, или действительно не рассказывать. Но это нужно делать, то есть это просто может вам помочь. И, кстати, почему вообще Айуаска работает? Что там самое главное, я, кстати, хотела об этом сказать, называется молекула ДМТ, диметилтриптамин, и ДМТ, и эта молекула ДМТ находится почти во всех растениях, и у нас, в организме человека, есть эта молекула, то есть это молекула, которая открывает сознание и подключает вас к другим мирам, и вы видите другие, то есть вы видите, то есть это как бы вот третье, она каким-то образом связана шишковидной железой нашей, которая отвечает за третий глаз. Но по какой-то другой причине у людей существует еще один энзим, энзим в желудке, который блокирует эту молекулу. Для чего это было сделано, мы не знаем. Я уже говорила в одной из передач, если вы помним, когда мы говорили про Кайлас, что нас отключили от связи с Богом. Я думаю, что может быть вот именно этот энзим, который у нас существует там, и есть вот этот метод отключения. Да, потому что для какого-то периода развития человечества нужно было именно так. И то есть вот эта молекула, это в принципе психоделики, которые вызывают измененное состояние, оно очень близко с мистическим, религиозно-мистическим состоянием. И очень часто было, они исследовали, что очень близко к тем людям, которые занимаются на Востоке, занимаются именно серьезной медитацией, они тоже доходят до этой точки. Может быть у них в этот момент каким-то образом они настолько отключают свои какие-то другие составляющие, что тоже ДМТ-молекула включается, мы же не знаем. То есть никто это не исследует, потому что никому это не нужно. Вот, это то, о чем я хотела. И естественно, аюаска, это не единственное растение, которое могут использовать. Мы уже говорили, что есть грибы. Это наши мухоморы, на самом деле, или поганки там. Есть другие растения, и они тоже, нужно просто понимать, что нужно их использовать не, ну не только для того, чтобы полетать, а для того, чтобы себя излечить, потому что сегодня, к сожалению, очень многие ездят в Перу для того, чтобы полетать. И там тоже, естественно, есть шаманы, которые используют, такое называется, есть такое растение, дотерра, очень опасное. Кстати, такие красивые колокольчики растут вот повсеместно, но их цветочки использовали, они ядовиты, и чел, но зато оно показывает тебе такие миры, раскрывает, очень интересные. И люди ездят, притом это очень, вот чем дороже ретрит в Перу. Я удивляюсь, что здесь не растут эти колокольчики. Они растут эти колокольчики, они растут, растут. Я могу показать фотографии, растут они, это обычное растение, которое используется в декоративных целях. Но цветы его ядовиты, и используются для, ну то есть это очень опасное растение, то есть оно тем не менее, оно и опасное, и медицин, ну как бы опять же в медицинских целях может быть использовано. И поэтому очень многие американцы сегодня с Америки, действительно и не только с Америки, и с Россией ездят в Перу и в другие страны, в Бразилию для того, чтобы полетать. Но это не главная цель аюаски. То есть главная цель аюаски это лечебное растение. Это лечебное растение. Есть еще одно очень интересное и очень сильное растение, называется ибода. Это растение, растущее в Африке. Там тоже есть такая церемония, и самое главное, что ибода избавляет от героиновой зависимости. Именно от героиновой зависимости, где уже невозможно избавиться. Есть даже, кстати, в Коста-Рике, недалеко от того места, куда многие наши чикагцы приезжают всегда, есть какой-то там ретрит такой, который, они приезжают, и там несколько недель, и приезжают абсолютно здоровыми людьми. То есть это ибода, она очень, ну, она немножко другую, ее называют, то есть если аюаску называют матерью, то это называют крестный отец. То есть такая очень смешанная, другая энергия этого растения. То есть каждое растение имеет энергию, имеет душу, и именно чем занимается грамотный, они, кстати, даже не называют себя шаманами больше, потому что звание шамана очень тяжелое, у них очень тяжелая карма. У них, кстати, у настоящих шаманов и дети часто больные, они рождаются с тяжелой кармой, они должны служить, то есть их цель служить людям. То есть если они не служат, мы уже тоже об этом, у нас была про шаманов отдельная передача, их просто, у них есть шаманская болезнь, их заставляют. Они называются практикующими аюаску, то есть они себя пытаются любым способом избавить от этого, оградить от этого. Но тем не менее, они умеют общаться с духом аюаски, потому что просто выпить аюаску, этого очень мало. Аюаска может не прийти. Это не смешно, это серьезно, я это лично наблюдала, когда безграмотно, один раз даже в Перу, там был вот один шаман и другой, там заменяли нашего шамана, и шаманша, женщина, хотела показать, что тот ничего не может, и она не дала прийти аюаске. То есть аюаска не пришла. То есть было такое состояние неприятного, то есть как бы тошнило все, но ни у кого ничего не произошло. Поэтому важно понять, куда поехать, как поехать, и шаман должен быть честным, порядочным и грамотным. И берите здоровье свое в свои руки, и начните заниматься своим здоровьем, потому что его можно исправить, а уже особенно предотвратить. Самое главное, это предотвратить болезни. По крайней мере, прислушивайтесь к тем вариантам, которые вам предлагаются. И самое главное, то, о чем я все время говорю, из передачи в передачу. Становитесь добрее, прощайте, и следите за своими мыслями. А мысли контролируют эмоции и все остальное. И будьте счастливы. Мужка, спасибо огромное. Всего доброго. До встречи в следующий раз. Спасибо. Будьте здоровы. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.